В научно-историческом архиве Санкт-Петербургского института истории РАН хранится уникальный фонд документов, связанных с походной канцелярией Александра Даниловича Меньшикова. Справедливости ради отметим, что это не только документы светлейшего князя, это еще и документы других сподвижников Петра Первого, Апраксиных, Шафирова, Шереметьева и многих других. Всего более 8 тысяч единиц хранения. И все они представлены вот в этих специализированных архивных картонах. Более 50 штук. Я предлагаю более подробно ознакомиться с документами Меньшикова. У нас хранится только первая часть этой походной канцелярии, начиная с 1703 по примерно 1712 год. А остальная переписка Меньшикова, она в настоящее время находится в Российском государственном архиве древних актов в Москве. А вообще вот это разделение на две части, оно произошло еще в Петровскую эпоху. В 1717 году в Петербурге в губернской канцелярии состоялся пожар. И сгорели очень многие ценные документы. И вот после этого часть бумаг Александра Даниловича Меньшикова решено было перенести в самое надежное место, которое было в Петербурге. Это Петербургская крепость. Нынешняя наша Петропавловская крепость. И только вот в 1749 году младший современник Петра Петр Крекшин, он занимался написанием истории. И вот он обнаружил как раз, что до сих пор в таких надлежащих условиях в Петропавловской крепости хранятся документы. Тогда же были сделаны его служителями копии этих документов. Но, с другой стороны, современник Петра подходил к копированию очень своеобразно. Те документы, которые его интересовали, он копировал. Копировал вот в этих книгах в тетради. И часть документов он копировал на таких вот листах, которые разрезал. Но если мы с вами посмотрим наоборот, то мы увидим, из чего эти бумажки вырезались. В качестве оборотов, да, он использовал подлинные документы Петровской эпохи. Часть из этих документов содержит описание Орехового кабинета дома Александра Даниловича Меншикова. В котором на Васильевском острове, да? Да, да. Что это за легенда и миф, что Меншиков якобы был безграмотным? И он не написал в своей руке ни одного письма, и из-за этого делают какие-то выводы все. Ну, вообще, эта легенда о неграмотности Меншикова, она родилась, наверное, уже при его жизни. Что значит грамотный? Вот мы сейчас по современному умению читать, писать грамотность. Но в Петровскую эпоху два навыка, они разделялись. То есть человек мог читать, но не умел писать. До сих пор не найдено ни одного документа, который был бы написан рукой Александра Даниловича. Мы знаем только документы, которые были подписаны. В нашем архиве, помимо походной канцелярии Меншикова, в других фондах и коллекциях также хранятся документы, которые были подписаны Александром Даниловичем. Я хочу показать проезжий лист, который был выдан Платону и Аполлону Мусиным-Пушкиным на проезд в Западную Европу для обучения. Обычно вообще такие проезжие листы, они писались от имени Петра Первого. Да, да. Но вот этот проезжий лист Александр Данилович выдал от своего имени. Мы Александр Меншиков. Да, и дальше полный титул и все его должности и звания. Но, коль у Меншикова юбилей на этой неделе, 350 лет, я знаю, у вас там есть какие-то письма его близких родственников, которые его поздравляли вроде бы или как-то еще. Ну, конечно, Александр Данилович очень был близок к государю. И вообще все, кто стремился поддержать с ним хорошее отношение, они стремились поздравить с Александром Даниловичем по любому поводу. Наиболее трогательные, наверное, письма, которые ему писали Дарья и Варвара Арсеньевы. Вот у нас здесь два письма, и в одном из этих писем содержится поздравление Александра Даниловича с Рождеством. «Известно милости, что мы в доме твоем, в день ангела твоего, торжествовали». Это вот еще когда Александр Данилович ухаживал за Дарьей, ну, вот только в 706 году они поженились. А это письмо, оно датировано в 1705 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова